Всем привет на канале ИП. Решили снять еще один ролик. Буквально таки снимаем с колес. Вот только что пришел с почты. Получил письмо. Немножко прикрою адреса. Ну так, из приличия. Письмо пришло от Дмитрия Состаны. Сразу скажу. В этом письме он прислал 20-тысячную купюру с небольшим браком. Сейчас мы это все вскроем, покажем вам, засветим этот брак. Сразу говорим, что этот брак купюру Дмитрий попросил помочь ему реализовать. Поэтому она будет продаваться. Но сделаем небольшое лирическое отступление. Вот в чем особенность тоже как бы правильного поведения, правильных поступков. Дмитрий прислал купюру нам. То есть он пока еще не получил ни денег, ничего. Он хочет ее продать. Естественно, хочет продать, получить максимально возможную выгоду, максимально возможную прибыль от реализации этой купюры. В принципе, я мог выкупить у него ее, но он выставил ее к нам в золотую сотню в чат. И вот вышел, когда я с ним связался, вышел, он попросил сделать так. И заметьте, он выслал нам купюру сам. То есть он попросил продать и выслал товар к нам на руки. То есть мы не будем продавать сами воздуха, мы будем продавать конкретную купюру, которую человек нам прислал. То есть он уже понес определенные затраты на то же письмо. То есть считайте. И к чему это я все? Потому что в последнее время даже в наших чатах и вот получается вот такая нездоровая тенденция, что люди продают чужой товар, пытаются заработать, не вложив деньги. В принципе, это их право, да. Но получается, возникает ситуация с обманом, с обманом потенциального покупателя, который уже готов заплатить деньги. То есть это как бы не есть хорошо и с этим надо бороться. Ой, как хорошо Дмитрий запечатал. Как хорошо. Аж прям не знаю, как подойти и отпечатать. И вот такие товарищи уже у нас появляются и это плохо. Это в целом для сообщества коллекционного плохо, потому что если ты продаешь товар, желательно иметь этот товар у себя на руках. Это, пожалуй, одно из наипервейших правил. Если у тебя этого товара на руках нету, будь любезен договориться с его владельцем, чтобы это не было со сколько. Но всегда есть человеческий фактор, огромнейший человеческий фактор. И как показывает практика, жадность и прочие человеческие пороки, их не избежать. Вот буквально тоже в пятницу у нас в золотой сотне была выставлена монета, человек обозначил цену. Вы пока разглядывайте, находите, может быть найдете что-то здесь сами уже, без меня пока. А я потом подскажу. выставил монету, обозначил цену, я эту цену готов был дать. Но человек потерялся, а потом написал так, мол, извините, без обид, но я ее уже продал другому человеку и за другие деньги. То есть, это тоже как бы некрасиво, человек с золотой сотней вылетел пулей, потому что так поступать нельзя, нужно держать свое слово и отвечать за свои поступки и за свои действия. Тем более, люди взрослые, такие вещи не прощаются. Тем более, это не прощается в среде коллекционеров, потому что будет теряться доверие. Человек, коллекционер это человек слова. Человек слово дал, человек слово исполнил. Вот, Дмитрий прислал купюру, а теперь обратите внимание вот на этот угол. Видите, что тут необычного? Кроме того, что у нас есть, вот, давайте деклетик тоже посмотрим. Оригинальная купюра. Сейчас мы ее открываем. Вот она, она, оригинальная купюра. Вот так она должна выглядеть. А теперь обратите внимание вот на эту часть. Видите, вот эта птичка у нас как будто бы еще здесь лежит. Это произошло по той причине, что идет вырубка бумаги и вот эта вырубка она каким-то образом не до конца отошла, она загнулась. Вот здесь это хорошо по полимеру видно, если приглядеться. Она загнулась и когда лист бумаги проходил сквозь печать, вот эта часть не пропечаталась. А чуть-чуть позднее, я так понимаю, хотя нет, похоже, даже бумага не отлетела. Бумага, она похожа здесь. Да, бумага здесь у нас. То есть, получается, кусочек бумаги у нас остался здесь приклеенным. То есть, вот такой брак интересный. Небольшой, но интересный. Вот, пожалуйста, мы ее купюру засовываем. Она у нас будет светиться, играть. Все как положено. То есть, это не подделка. Правда, дневной день, и поэтому плохо видно. Но видно, что там волокна светятся, так что все нормально. Вот эта купюра, которую нам прислал Дмитрий, будет продаваться. Она из обращения, но в принципе достаточно приятный сохран. То есть, как видите, литеры АД у нас. Если у вас есть интерес к этой купюре, можете обозначать свою цену в комментариях под этим роликом. Я думаю, Игорь Павлович, вы не будете против, да? То есть, обозначайте свою цену. В принципе, как вариант, мы можем разыграть ее в золотой сотне, но я думаю, что мы должны дать шанс зрителям канала ИП тоже побороться за эту купюру, потому что не каждый зритель канала включен в золотую сотню. Так что, пишите здесь, под этим роликом. Не забывайте, кстати, поставить жирный лайк. Пишите свою цену, которую вы готовы заплатить за эту купюру. Дмитрий, я тоже думаю, просмотрит этот ролик, будет видеть. Если там, сколько мы там, сколько он обозначит, ну, допустим, пусть это будет в течение этой недели ставочки. То есть, в принципе, конечное слово скажет Дмитрий. Если кто-то предложит наибольшую цену, то эта купюра будет отправлена ему в коллекцию. Все будет по-честному, без обмана, как и положено в среде коллекционеров и на канале ИП. Что ж, удачи вам. Я боюсь, что тоже, наверное, не выдержу прямое участие в торгах за эту купюру, потому что экземпляр интересный. У меня еще нет ни одной 20-тысячной бракованной, так что я составлю, думаю, вам серьезную конкуренцию. Но, тем не менее, у каждого зрителя канала ИП есть шанс стать обладателем этой бракованной купюры. Всем удачи, не забываем про лайки, не забываем про комментарии. До новых встреч на канале ИП. Редактор субтитров А.Семкин